Сегодня мы поговорим еще с двумя замечательными белорусами, которые вызывают горение в нижней части тела, я бы сказал, всего режима, ну и, конечно, его предводителя. Многие из нас до сих пор, когда слышат слово «анархисты» или слово «анархизм», до конца не совсем понимают, что это за люди и что это, скажем так, за идеологические взгляды. Поскольку сегодня случилось так, что у нас в гостях как раз представители таких взглядов и даже некоторые ведущие, собственно говоря, логично было бы спросить у наших сегодняшних гостей, что же такое анархизм и кто такие анархисты? Анархизм это то, что вы видите сейчас на улицах, на протестах. Это когда люди помогают друг другу, когда сопротивляются без лидеров вот этой кровавой репрессивной машиной, когда куча волонтеров тратит свои силы, время, ресурсы, помогая людям, пострадавшим от репрессий, когда заканчивается вода в новой боровой, потому что какие-то мудаки перекрыли крани, люди везут со всего города в воду, тратя свои, опять же, силы, время и так далее. Это взаимопомощь, это солидарность. Вот это анархизм. То, чего хотят анархисты. Идеал анархистов это не то, что нам показывают в виде разрушенных городов, разбитых магазинов, горящих витрин. Это иное общество. Свободных людей, которые сами принимают решения. Которые не подчиняются, не вынуждены под гнётом дубинок подчиняться чьим-то другим решениям и волям. Анархизм это когда люди могут свободно выражаться, когда они будут услышаны, когда каждый из них вправе сказать то, что он думает, вправе внести свои изменения в существующий порядок, и его за это не побьют дубинками и не посадят на сутки. У нас в гостях Женя и Наталья. Ну, лучше, чем вы сами, я думаю, никто вас не представит. Поэтому, Женя, давай начнём с тебя. Я Женя, я из Барановича и я анархист. И, видимо, это очень сильно вызывает горение у определённых людей, включая диктатора. С чего вообще началась твоя политактивность, скажем так, условно, в этой жизни, которая вызвала внимание, я так понимаю, органов каких-то других нехороших людей, которые немало тебе проблем влечили в жизни? Политически активным я стал примерно в лет 16, под влиянием панк-рок музыки и каких-то социалистических идей, которые царили в моей семье. Все мои предки были активными участниками всех таких интересных событий, включая революцию 17-го года. Моя мать была с точком в 90-х. Генетически что-то передалось? Что-то, да. Особенно от прадеда, который 15 лет при поляках сидел за революционную деятельность. И где-то в году, наверное, в 2008-м или 2009-м я познакомился уже с анархистами из Минска, с Миколой Дитком и Дубовским, которые сейчас в тюрьме. Я застал разгром движения анархистов в 2010-м году, все эти репрессии, под них попало много моих знакомых. Но после этого вера в свободное бесклассообщество у меня не угасла, и я продолжил бороться. Первый раз я на сутки попал в 2015-м году, неудачно сходил на пан-концерт, это была анарха-елка, январь 2015-го года. Меня еще одного товарища забрали с концерта, а мы получили по 10 суток за то, что якобы ругались матом и распространяли экстремистскую литературу. Самое, что интересное, литературы у нас по протоколам изъятия вообще не было, и распространяли мы по протоколу, уже будучи задержанными за мат. Я смеялся, что я в автозаке сидел, доставал листовки, говорил, э, мент, прочитай. То есть логически невозможное действие было в протоколе зафиксировано? Да. Но на удивление судья вообще посмотрела на протокол об экстремизме и сказала, что за хрень, экспертное заключение, не буду это рассматривать. В общем, нам дали по десяточке. Мы были молодые и глупые и признали вину. Думали... Где судья проходила? Вот, Ленинский район, суд, фамилию уже не помню, сто лет-то прошло. Меня тогда еще изъяли в мою дистро с пластинками и дисками. Три года про реальный экстремизм, причем там очень смешные были отписки. Мы им постоянно писали жалобы, я типа, где меню? Они отвечали, о, сорян, у нас нет, проигрывайте, чтобы послушать. Мы им как-то написали, окей, давайте ему предоставим. Они такие, нет, не нужно. Ну, это нормально. А в 2015 году мне довелось побывать в управленческой части ГАИ-республики. У них на тот момент, это всего пять лет прошло, у них там были какие-то компьютеры, которые я, наверное, видел в последний раз до этого лет десять. Такие мониторы большие, там кое-как загружается Windows, я даже не помню какая. Даже, не там, не девяносто восемь, но типа, две тысячные там какая-то, МЕ, как они назывались, да? И, короче, грубо говоря, интернета у людей не было для получения информации. И когда с ними работали какие-то журналисты, журналисты к ним приезжали за материалом с флешкой, с редакцией для того, чтобы они были скопили. 2015 год, ну, вот так сказать. Что-то, в принципе, у них должен быть виниловые проигрыватели, они же всякие... Вот, да. Поэтому, виниловые проигрыватели не было. Виниловые проигрыватели не было. Я здесь напомню немножко про вот этот момент десятого-одиннадцатого года, про анархистов. Тогда вот власти конкретно взялись за анархистов и несколько, я так понимаю, ярких представителей сели на сроки. И оказывалось вот целенаправленное давление, запугивание, включая вот посадки, уголовные дела и все остальное, именно на анархистов. Я еще договорюсь, что несколько десятков человек тогда как минимум на трое суток были задержаны, нескольких перезадерживали. Причем вот как было с Миколой, это была, насколько я помню, очень абсурдная история. У него стоял штамп в паспорте, что он был в Литве, но его несколько раз перезадержали за то, что он в разных районах Минска якобы у бабушек кошелек провал. Причем есть штамп в паспорте, ну естественно, как бы все он был насрать. И Оленевич тогда вообще ФСБ выкрал из Москвы. А Дубовский по тому делу вот 10 лет был в бегах и теперь опять всей бандой собрались. И его ждет еще как бы наказание, возможно, если мы не победим раньше за страшное преступление 10-го года. Значит, наверное, думал, на самом деле, требоваться было кино. Есть такая нас версия, да? Не исключено. Хорошая разменная монета, в кавычках. Только они всегда этим занимались. В принципе, да. Ну, наверное, дальше, вот вы про 15-й год с тобой говорили, что там дальше было, когда в 17-м году были волнения с Тунианским декретом и так далее. Там тоже, наверное, активничали? Да, и в 17-й год вообще для меня был очень интересный такой продуктивный. Да, в 17-м году анархисты участвовали в протестах. И я один из тех, кто ехал в том самом злосчастном 37-мом троллейбусе. Ну, пару миллионов просмотров точно было, как нас вытягивали. Который ехал в 37-й год? Нет, он ехал не в 20-й год. У нас же сейчас филиал 37-го. Тогда еще был лайтово, хотя мы думали, что это откромешный какой-то. Во-первых, мы вообще немножко офигели тогда с первой акции. Лично я, когда шел на первую акцию, которая была в феврале, кажется, в Минске, я ожидал там, ну, стандартная будет такая протестная оппозиционная тусовка. Одни и те же лица, там 500 человек, как бы ничего нового. И просто я прихожу, вижу такое огромное количество людей и... Офигеть. В общем, да, было классно. Еще было очень смешно, что было две колонны анархистов, и одна из колонн, которая шла с самбой, она опоздала. Пробки, понимаете? Ну, в общем, да. Анархисты тогда привлекли много внимания, и даже из стороны милиции. Единственное, на кого тогда напали тихари, это были как раз анархисты. Но опять же, они, скорее всего, целенаправленно, по-моему, работали. Да, да, да. На первой акции они напали в автобусе. Причем я этого видел, уже уходя с акции. Я просто заметил, что характерно выглядящий человек, ну, 100% мусор, стоит вот так автобус останавливает. Мы побежали туда, и видим, что там уже ментов выпихивают просто из этого автобуса. Причем какого-то мента бабка била палкой, мент вырвал у кого-то баннер, убежал с ним. Ну, реально просто скрысили баннер. Милиция Белоруссии, 17-й год. Молодцы, мужик. Это какой-то стиль уличного такого, знаешь, подросткового рэкета, я бы сказал. Ну, ничего не изменилось. Губокий с оружием сейчас очень похож на предков с 90-ми. В лице своего уже бывшего начальника выносят в витрине на фоне того, как протестующий мусор за собой убирает. Ну, а фашисты, да, мы каждый выпуск говорим, что фашисты. Ну и вот, это была первая акция, потом, вообще анафисты тогда участвовали, по сути, только в трех городах, как я понял. Это у меня в Барановичах и Минск, и Брест. Вот. И следующая акция, где участвовал я, это была акция в Барановичах. Вот. У нас тогда пришло человек 7, наверное. Мы раздавали листовки. Я даже первый раз, вот, публично выступил в Мегафон. Все было красиво. Потом пришла акция в Бресте, когда местные анархисты возглавили шествие. Вот. И после этого кто-то, ну, пукан у кого-то очень сильно загорелся, и начались репрессии. Почему он там орал, что у нас как изюм из булки выковырили? Ну, в общем, 15 марта нас выковырили из троллейбуса, но изюмом оказалась вся булка, потому что, насколько я помню, что у троллейбуса не вытянули только пару бабушек. Ну, таких, которые уже совсем с палочки, ну, явно не активные участницы анархоблока. К сожалению, у нас таких старых анархистов нет. Спасибо Советскому Союзу. И после этого задержания я получил 13 суток. А уже, когда заканчивался срок, меня еще обрадовали повесткой с Барановичем. Там за мое выступление мне еще пятерочку накидали. Вот. И я просто, у меня такое было интересное турне. Я отсидел в Минске, отсидел в Жодино и в Барановича. Тогда в Барановича... Это твои этапы было, или ты сам поехал отсиживать сутки? Я, получается, приехал в Барановичи родные, пришел в суд, говорю, уже с сумочкой, готовы. Думаю, какое ходатайство, мне ничего не разрешат, все откажут. Говорю, ходатайство, перенесение, рассмотрение, в связи с необходимостью нанять адвоката. Они говорят, окей. Я такой, ну, наверное, уже не пасает. Ну, протест уже как бы закончился, 25-е прошло. Статкевич на броневике нас не спас, как мы шутили на сутках. Вот. Ну, ладно, думаю. Не так все страшно. На следующий день пришел с адвокатом, все красиво, все отлично. И пять суток. Я в суде сказал так, пять суток, напугали. Я только что 13 сидел. В общем, на тот момент Барановичский ИВС, это был просто рай на земле. Вот. Сейчас у меня вдруг душу, говорит, не очень. Я в этом году сидел, что-то как-то, да, было не очень. А в СИЗО там, говорят, еще похлеще. Ну, и в общем, он сидел свои сутки, все замечательно. А дальше у меня 70-й год только начинался. Была у нас такая немножко странная идейка. Организовать, зарегистрировать официальное учреждение в городе. И, как бы, имея легальное учреждение, делать какие-то просветительские мероприятия. Типа какой-то общественный организации или как что вы хотели это в форме? Ну, типа учреждение, это одна из форм, в которой можно открыть организацию. Какой-то учебный центр, насколько я помню, что это было. Ну, у нас был, назывался он культурно-просветительское учреждение по работе с молодежью и саморазвитием. Критическое мышление. Название вообще в Саратове, но это другое дело. Которые изначально выбирали, его нам не разрешили. 8 таких организаций уже было, а 9-го не разрешили. Ну, ладно, мы сильно не обиделись, зарегистрировали, все красиво. Но, как бы, было очевидно, что в Беларуси все это не работает. Мы все подтвердили, но этому не закончились. Да, у нас там было много интересных историй. Например, у нас сорвали лекцию ныне покойного Сократа, активиста анархического движения из России и большого политзаключенного. Тогда просто менты вломились на его лекцию, всех задержали, украли просто всю нашу библиотеку. Целая стопка зинов до сих пор где-то у них там за стенками валяется. Вот, что они у нас там интересного еще стащили? Стащили проекты, ну, правда, вернули потом что-то еще. Там много всяких веселых штук было. Например, в суде ни один сотрудник милиции не говорил, что нас задерживал. То есть они все нас везли, ну, нас, меня тогда вообще не было. Я потом в суд пришел, мне говорят, что вы делали в этот день? Я говорю, в Минске был. Судья смотрит на меня, что ты здесь делаешь? Я говорю, не знаю, мы только что у вас попросили два разных дела вести, вы не разрешите. В общем, история какая. Ни один из сотрудников судей не сказал, что задерживал ребят. Они все их везли, но никто не задерживал. Кто задерживал, непонятно. Ну, кто задерживал. Ну, особенности белорусской жизни. Чем закончилась эта история? Закончилась эта история тем, что Сутуга, он же Сократ, получил штраф за экстремизм, как и я. У него в машине нашли несколько номеров российского анархического журнала «Автоном», которые признали экстремистскими и осудили его за распространение экстремистских материалов. Причем интересно, что они в машине лежали. То есть их никто в руках не держал, их не было в помещении, где было лекс, они просто лежали в машине. Там, может, два номера или три было, я не знаю. Меня тоже осудили за экстремизм, они изъяли больше 50 книг, из них проверили одну тонюсенькую книжечку «Исход». Причем очень смешное было заключение экспертной комиссии, оно звучало как-то так. Хоть данная книга и не призывает к подобному образу жизни и описывает, что этот образ жизни, описанный в книге, пагубен, она является экстремистской по причине обилия мата, насилия и наличия биосоциального фатализма. И обложка им не понравилась тоже. Наверное. Обложка вообще черная была, с клочком. И на самом деле дурдом, потому что я в суде об этом и говорил, как бы, окей, хорошо, а почему тогда российские все сериалы про бандитов и ментов не запретили? Мат на мать, а насилие на насилие, а смотрим постоянно и все радуются. Ну, они там что-то смотрят и радуются. Вот. Судья сказала, не я решаю вообще ни ко мне вопросы, а что такое биосоциальный фатализм, не знает никто, включая гугл. Эксперта я просил позвать, мне сказали нет. Ну, там эксперты были два или три эксперта, работники каких-то районных газет, ну, в общем, как обычно. История веселая. Как и с пластинками. Но остальные книги, и пластинки, кстати, потом через три года тоже, не признаны экстремистом, мне все-таки вернули. На этом спасибо. Это все мы говорим про период 17-го революционного. Да, 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 но это было еще только, это было уже не революционное, это было уже конец. Конец. Постоянно читает лекции, издает кучу своих книг в России. Ну, то есть там к нему вопросов нет. Вообще никаких вопросов. Но в Беларуси их сразу стало очень много. Он должен был читать две лекции, одну в Барановичах, участие неавторитарных левых в революции 17-го года, как раз тогда было столетие. В Гродно он читал лекцию о философии. Короче, лекция о философии милиции очень понравилась. ОМОН срывал. Мои товарищи потом рассказывали смешную историю о том, как губоповцы местные бегали и орали, где тут анархисты, тут же одни студенты какие-то университеты, что это за фигня. Они там, наверное, ожидали, не знаю, что придет там банда с автоматами, каких-то страшных ребят. С коктейлем моторов. Да, 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 вот это они любят, в 50-м году любили. Вот, и крыс в пакет положат, чтобы потом в канализацию закинуть в лучших традициях. Но ничего не нашли. Рябова отпустили, он приехал успешно в Баранович, я его встретил, вот. Мы официально отменили лекцию, перенесли ее из нашего офиса, под которым, как я потом узнал, дежурил, веселенький автобус с ментами и пару машин с операми, наверное, с ГБшниками, черт их знает. Причем это, походу, тот самый автобус, в котором я в этом году на сутки ездил. У нас такой, наверное, один знаковый. Я в нем как-то даже... О, на, кстати, в 11-м году забирали в этом же автобусе с концерта. Менты тоже. Ну, это другая история. И Рябов приезжает в Баранович, мы делаем закрытую лекцию, причем очень нагло в здании, буквально напротив КГБ. Я прям мог выйти в окно, посмотреть, что там вышлик, вышел кто из здания, не вышел. Лекция прошла успешно, было около 15 человек, все прошло хорошо. И все, Петру Рябову пора уезжать. Мой товарищ отправляется с ним на вокзал. С утра мне звонят, говорят, Рябов не приехал. Что произошло? Я начинаю искать товарища, товарища тоже нет. Я понимаю, что что-то не то. Звоню в ГУВД, а мне такие, да, пожалуйста, суд скоро будет. Прихожу я в суд, а там уже во все дело идет. И оказывается, что Петр Рябов, который какое-то просто грубое слово услышав краснеет, нецензурно ругался, руками размахивал, там чуть-чуть и забордирования сотрудников не хватало. И вообще бандит, рецидивист, ай-яй-яй, какой страшный человек. И нашли у него с собой один журнал анархический белорусский, 2006 года издание, который признан у нас экстремистским. И вообще страшный он бандит, и в общем дали ему 6 судов. Причем судья у него спрашивает, зачем у вас был вот этот журнал? Он говорит, я занимаюсь исследованием анархизма. Это мне нужно для моих научных работ. И он говорит, что у меня, судья спрашивает, а у вас есть какие-то научные работы на эту тему? Он ей говорит свое количество работ. Я точно уже не скажу, но он достаточно большой. Не две, не три. За десяток. Там и книги, и какие-то просто статьи. То есть как бы человек этим занимается. Всем это понятно. Кроме белорусского суда и моя любимая судья Копыч. Судья Копыч, ты жопач. Она дает ему 6 суток. Мой товарищ Илья все-таки потребовал адвоката, в отличие от Рябова. И мы смогли доказать, что оказывается задерживали другие сотрудники. И в другое время, и никто там атом не ругался. И вообще все было прекрасно. Опять же, на этом история не закончилась. Но уже меня это касалось очень отдаленно. Но ребят, которые были связаны с вот этим учреждением, очень-очень полюбил... Полюбила Барановичское ГБ, лично сотрудник Безик, привет Безик, тебе пиздец. Там было достаточно много всяких репрессий. То есть была веселая история, когда вот того же товарища, которого забирали с Рябовым, осудили за то, что его мать получила повестку, расписалась за него. Он об этом не знал, но он виноват, что не явился по этой повестке. То есть как бы мы в Барановичах, собственно, узнали о справедливости белорусского суда еще задолго до 20-го года. То есть ничего нового мы, в принципе, не узнали. Мне пришла повестка, явится в суд 7-го числа, по-моему. Повестка пришла 12-го. Причем тоже не в руки, а просто вот закинули в почтовый ящик. Да, даже смски когда приходили, уже сейчас, все в IT-плате. И тоже вот оператор «Страна для жизни» после первых суток, когда их вентили. У меня там тусовался, значит, на передержке, так скажем. Ему смс-ка такая же. Пришла явиться вчера в скуку. Причем куда-то там, не помню куда, но в райцентр, который там, скажем так, не под Минском находится. Ну, пришла ему с телефона. В принципе, да, на телефон, при том, что они там проездом были на днях. Буквально там заехали и поехали дальше. Опять же там где-то мелкое хулиганство, что-то такое. 18-й год запомнился несколькими интересными историями. Две из них связаны с нашим проектом «Правовое действие», в рамках которого мы занимались мониторингом репрессии против анархистов со стороны Губопика. Вместе со мной в этом проекте участвовала Марфа Робкова, которая на данный момент тоже в тюрьме. Вообще страшно звучит, все в тюрьме. Как есть? Да. Я помню, когда ты с твоей друзьями в тюрьме, но ты гордишься этим. Я буду гордиться, когда мы их освободим. Истории две. Первая история о том, как нам доблестная милиция сорвала презентацию нашего доклада о репрессиях за 17-й год. Она должна была пройти презентация в помещении 34МАК. И просто буквально, наверное, за день до презентации им позвонили и, как обычно, «Ну, вы же сами все понимаете, если вы проведете, аренда ай-яй-яй». Ну и, в общем, потом позвонил арендодатель, и они нам позвонили и сказали, «Ребята, извините, но не можем». Ну, мы прекрасно понимаем, мы не в обиде. Хотя какие-то более маргинальные и безумные анархисты что-то там клемили в интернете врагами и там какие-то даже плакаты на их дверь вешали. Но лично у меня обид никаких нет. Я прекрасно понимаю, что люди много усилий вкладывали в проект, и закрыть его из-за одного мероприятия – это никому легче не сделать. Вторая история с одного из наших собраний в Лидо. Мы сидим, обсуждаем наши вопросики, никого не трогаем. Тут подходит официант и говорит, «Тут вам письмецо оставили два мужчины, которые здесь сидели». Просто вот это проходило в Лидо, в кафе, и вам придаст какое-то письмо в физическом бумажном виде? Да, да, да. От Губопика. И, скорее всего, его автор Николай Толчков. Ну, ты ему дак, Николай. Тебе точно хана. Ну, ему точно хана. Недавно опубликовали как раз в нем информацию. Десятки людей написали, что были жертвами ее репрессий. И там было послание из серии, что ребята, анонисты, они анархисты, хватит херней заниматься, мы о вас узнаем. Ну, такая, типа, устрашение. И, насколько я знаю, это не первая подобная история с бумажками. А другая, третья история, она уже такая более грустная. Решили как-то белорусские анархисты рядом собраться в лесу. Закончилось это стрельбой, собран губопиком в масках, избиением дедка еще одного товарища, перевернутыми палатками, разорванными вещами. Суп, кажется, тоже вылили. Да, суп тоже вылили. Вот эту историю мне Никола рассказывал лично, поэтому поподробнее сейчас. Вот ее в красках, опиши. О, в красках, это очень было весело. Красочное дело было. Ну, во-первых, губоповцы просто идиоты. Да, губоповцы, вы просто идиоты. Они приперлись буквально в самом начале. И очень много людей, которых они могли бы задержать, они не смогли задержать. Мы собрались, обсудили, в принципе, вопросы, когда у нас объяты, как бы, ничего серьезного. То есть они, в принципе, ничего даже не могли узнать, интересно. И сидим, пьем чай, никого не трогаем. Просто выбегает какой-то парень в костюме-горка с автоматом, в маске, начинает стрелять в воздух. И у меня первая мысль, это кто-то из своих очень плохо шутит, потом он начинает орать, а ну лежать, суки. Вот. За ним выбегает еще такая же банка. И я понимаю, что, ой, это уже не то. Допиваю свой кофе, о чем я очень сильно пожалел. Ну и ложусь, в принципе, в землю. Вот. Набежало, наверное, человек 15 соборовцев. Там губопик, наверное, вообще весь третий отдел. Там, говорят, лично Бетункевич бегом. И вообще весь этот бомон. Вот. Вот приехали, все, первый же крик, кто стрелял. А это как раз на фоне дела Сети, когда только появилась информация, что есть филиал в Беларуси. И я уже лежу, и такая первая мысль. О, ща нам какой-нибудь ствол подкинуть. Ну и, в общем, часов шесть мы сначала лежали, я успел немножко чернички покушать. Потом кофе очень сильно сказал, что ему пора выходить, и было очень комфортно. В общем, сначала мы лежали, потом нас закинули под навес, мы стояли на коленях, причем это было очень смешно, по центру навеса стояла палка, которая переподнимала навес, чтобы стекала вода. И мы просто на коленях вокруг нее вот так стояли. Мне кажется, если люди бы увидели это со стороны, и убрать вот этих отморозков с автоматами, и в масках, и с дробовиками, то это показалось, что мы какие-то гибнутые сектанты. Сектанты, но ключевой момент какого-то армяда. Да, и история какая. Шесть часов мы там так стояли, в это время губоповцы избивали, пытались избивать Миколу, и избивали. Микола просто еще пытался убежать, но ему не повезло, он был в шлепанцах. Его все-таки догнали. Избили первого, потом еще избили одного парня, который что-то там не хотел на видео снимать. Это была первая попытка губоповцев стать блогерами какими-то, но у них ничего не вышло, они же идиоты. И, короче, они все перевернули, ни хрена не нашли, и в самом конце они в каком-то рюкзаке нашли несколько листовок, пару книг и какие-то стикера. У них было столько радости. Но это надо было просто видеть. Резко из злых собак, которые на всех орали, что-то гавкали, они переворотились в таких добрячков, которые, да что вы стоите на коленях, да садитесь вы уже, да что вы, да сядь ты на это дерево, что ты стоишь, да покурить ты уже не переживай, в туалет, да пусть он идет в этот туалет. И они просто такие, ну все, мы поехали счастливо отдохнуть. И что это было? Милиция из крупок ответила точно так же. Причем очень было смешно, когда местный опер какой-то из крупок в штатском просто ходит и по телефону разговаривает. Да хрен их знает, кто это? Да они все в ма... Да не буду у них ничего спрашивать, да не с автоматами. То есть даже крупская милиция не понимала, что происходит и когда уже эти вот гоблины уехали, остались мусора из крупок, они такие, ребят, ну вы в другой район бы выбрали. Ну сорян, типа мы же не знали, что так будет. Так они даже не пытались узнать, чей это рюкзак, просто... Они такие, ну как стандарт, чей рюкзак, не чей. Ну окей. Они всем, крупская милиция всем выписала повестки, причем офигенно выписала, не указав там ни фамилии, ничего. Естественно, по этим повесткам никто не пришел. На деревню дедушки. Да, да, да. Вот. Что еще было смешного? У нас была собака с собой в лесу и добрые губововцы или соборовцы, ну добрые в кавычках, конечно. Пытались ее покормить гречкой. Гениальные люди просто. Вот. Потом пытались сожрать нашу еду, видимо, потому что был какой-то момент голос О, жратва! О, нет, там был такой крик О, жратва! А, блядь, все веганское, сажарник, веганское, что-то такое. Расстроюсь, что суп развернули еще? Да, суп кто-то из них развернул. Ну, в общем, такое, было не очень приятно, особенно, когда они уезжают ночью, мы такие ночи в лесу просто такие, что это сейчас было? Вот. Насколько я помню, после всей этой истории только один человек получил штраф за спиленное дерево. Причем, получилась официальная там легенда спецоперации, то, что дерево спилили. Там даже лесник приходил, и была очень смешная история, когда этот лесник подходит к чуваку, подымает его, ну, я лесник, еще будешь со мной разговаривать? Нет, ну, ладно. Что-то там такое. Я не знаю, почему лесник именно к нему тогда подошел. Вот такая вот дурацкая история. Но, самое интересное в этой истории, то, что просто идет из губопика, все свои банды, прыгают в Хаммер, берут взвод Собра, или как там называется, приезжают, приезжают за километров 60, наверное, а то и больше в лес под Минск, чтобы просто накрыть тусовку там 20 или сколько нас там было анархистов, помешать нам, блин, попить чай, ну, я тебе реально понимаю, причем денег казни вообще нет. Все они идиоты какие-то. Вот. Ну, и, в общем, это самая интересная история за 18-й год. 19-й. Закончилось, сейчас еще раз, закончилось это, ну, ничем, то есть, никакие там не протоколы административные, не уголовные дела, по факту этого терроризма какого-то, не знаю, 7-минутного как это назвать. Единственное, какие были последствия, это было несколько обысков. Вот. И, насколько я помню, на тот момент сотрудники Губопика для себя там даже новых людей не нашли. Может быть, одного человека. То есть, ну, просто чуваки поехали 60 километров на спецтехнике, стреляя в воздух. Просто незачем. Чтобы пару книжек отобрать у анархистов, господи, в интернете есть. Библиотека анархизма гуглите. 19-й год был более-менее спокоен. Ну, у нас же была условная либерализация. Меня больше интересовало то, что произошло в начале 20-го года с началом коронавируса, когда просто я увидел огромное количество вот этой солидарности и поддержки стран беларусов, когда государство просто устранилось от решения проблем. Я увидел, в принципе, воплощение каких-то анархических идей на практике. Анархия работала, был пример вот такой хорошей в Беларуси, которая продолжается до сих пор. Когда государство просто забило болт на то, что огромная проблема с коронавирусом, и опять же тратило кучу денег непонятно куда вместо того, чтобы тратить на медицину, люди просто массово начали помогать друг другу и спасать друг друга. И я следил за этим в Минске, я следил в городских чатах Барановичских. К сожалению, в Барановичах, живя в Минске на тот момент, я не мог как-то активно помогать. Моя помощь максимальная была передавать какие-то средства защиты на маршрутке. Я скорее был как курьер. Но я видел, что происходит, и меня это очень вдохновляло. И на фоне вот этих событий было понятно, что выборы пройдут в какой-то новой, интересной атмосфере. Как оно и получилось. Этим летом мы с моим коллегой немножко разделились. Он поехал делать революцию в Барановичах. Я осталась с нашими товарищами в Минске, чтобы мы могли продолжать и вместе что-то думать, что нам делать, как нам действовать дальше, какой вклад мы можем внести в эту революцию, если уже можно так сказать. Мы очень много участвовали в протестах как анархисты. Мы делали разные акции по понятным причинам я не могу рассказать, что это были за акции. И люди стали замечать, что анархисты активно участвуют. И это было не что-то типа «О, это маргиналы какие-то, они там заносили, они сейчас свои коктейли достанут». Это было так. Тут репрессируют анархистов, давайте найдем им квартиры, давайте там под РВД их встречать, давайте как-то им поможем, деньги им будем собирать, потому что они же нам помогают. То есть основная часть из простого народа, которая составляла протест, она вполне позитивно к вам относилась? Да, они увидели в нас силу, они поняли, что, я думаю, сейчас они уже поняли, что в принципе то, что они делают, это анархические штуки какие-то, то есть там взаимопомощь, солидарность, когда тот же момент с коронавирусом, был момент, когда в Минске пропала вода нормальная, и люди снова стали сами подвозить друг к другу воду, собираться районами. На Новоборовой, когда было добежаться, да? Да, и то есть когда я попала на сутки, мы обсуждали с сокамерницами разные анархические теории, мне еще попала книга «Сапиенс», «Краткая история человечества», и мы читали ее всей камерой и обсуждали разные теории, которые описывал автор. И моя сокамерница, она была, она есть просто обывательница, она там дизайнерка одежды, ну то есть в принципе живет обычной жизнью, просто сейчас за счет этих выборов включилась больше немножко в политику. Как и все, наверное, больше сейчас в Беларусах. В принципе, как и все, и она говорит «Это анархизм, это что? Это же там хаос какой-то». И мы говорим «Слушай, ты же сама делаешь разные анархические вещи». Только ты не знаешь, что они анархические. Да, организация, по сути, совета. И она говорит «Слушай, реально, это же не хаос, это круто, да, вы правы, типа, это реально что-то интересное. Почему в школе об этом не говорят, почему там, то есть, по телевизору об этом не говорят, почему об анархистах говорят только о террористах, каких-то радикалах, хотя на самом деле мы все сейчас являемся анархистами». А почему ты думаешь, на самом деле, говорят по телевизору и в школе, что анархисты – это маргиналы и это плохо? Да, потому что мы очень опасные для них люди. Потому что, если говорить в школе, что анархисты – это хорошо, тогда это самое, у власти, тогда люди поймут прекрасно, что власть, собственно, нахер не нужна. Некому в школе говорится. Есть хороший пример в Исландии из пиратской партии, где ребята добились очень многого. Есть примеры, да. Ты сейчас начал рассказ уже с истории этого года, а вообще, в принципе, до этого года, до этих выборов, ты где-то как-то политически себя проявляла, участвовала в каких-то активностях? Или, так скажем, практическое применение вот того, что ты сейчас рассказываешь, только случилось в твоей жизни в этом году? Я сама просто из небольшого города, где никакой политической силы никогда не было, где люди, все равно было все равно на то, что происходит. И даже сейчас мне очень трудно разговаривать со своей матерью, потому что она говорит, ну, ты же ничего не изменишь. Я вот плохо себя чувствую из-за того, что ты там подвергаешься репрессиям, из-за того, что тебя избили, посадили на сутки, ну, ты же ничего не поменяешь. И я и пытаюсь сейчас донести, что нет, ну, мы все вместе, мы меняем, мы что-то делаем, и это уже происходит. Но в маленьком городе людям очень трудно это понять. И я столкнулась с анархизмом, с анархистами непосредственно, когда попала в Минск. Поначалу для меня это было очень трудно. Это этот год? Нет, это не этот год, это около пяти лет назад примерно, точно уже не скажу. И я по чуть-чуть, по чуть-чуть вклинивалась, начала читать какую-то литературу, и мне было очень трудно поверить в то, что реально есть такие люди, которые могут помогать друг другу безвозмездно, которые просто ценят друг друга и готовы бороться за своих товарищей. Сейчас, отчасти, мне тоже иногда это трудно принять, ну, потому что мне не могу в это поверить просто, что это реально существует. Вот. И непосредственно в борьбу как таковую я включилась этим летом уже. То есть у тебя была такая теоретическая подготовка этот период, а практика пошла в этот период? Да, практика исчезла. Расскажи, чем ты занимался во время так называемой предвыборной гонки, ну, скорее всего, предвыборной посадки, которая происходила в Белоруссии, и какие были последствия этого всего? Ну, естественно, как анархист я участвовать в выборах вообще не планировал и не участвовал. За все свои годы жизни участвовал в выборах только в 15-м году в качестве наблюдателя. Вот. Естественно, анархисты бойкотировали выборы, выступали за бойкот, агитировали за бойкот, потому что мы противники представительной демократии и считаем то, что честные выборы ничего, собственно, не поменяют. То, что сменится рожа в телевизоре, которая нас не представляет, как бы народу ни холодно, ни жарко. Причем, в принципе, я игрил на предвыборных пикетах Барановича и на удивление срывал овации. Люди были со мной согласны, что один человек не способен какая-то группа людей поменять. Вот. Что делали анархисты? Анархисты агитировали за бойкот и против, собственно, самих выборов. Какие-то акции анархистов до выборов были, наверное, буквально несколько акций в Минске. В Минске революционное действие провело один пикет. Видел много анархистических листовок с ссылкой на группу Промень, тоже призывающих к бойкоту. Что делали мы в Барановичах? Мы не поддерживали ни одного из кандидатов, но при этом мы понимали, что в данную кампанию просто не участвовать и агитировать за бойкот не лучшая идея, потому что прям вот такого подъема и гражданской какой-то активности я не видел никогда. Очень резкий скачок политизации общества. Да, да, да. Очень-очень сильный. Было бы, наверное, его не использовать и уводить как раз-таки в этих условиях столь на бойкот. И как это было рационально делать раньше. И мы решили, что так как у нас немножко еще расскажу, мы достаточно долго в Барановичах занимались организацией концертов. У нас там есть инициатива контркультурной Баранки Пам, в которой мы там сделали всякие прикольные концерты, тоже какие-то просветительские штуки. И вот за все эти годы организации мероприятий у нас собралось какое-то небольшое количество музыкальной оправдан. И мы просто... Я увидел, как проходят пикеты в поддержку Тихановска и в других городах, что на них приходят очень много людей, куда больше, чем приходило, например, протесты в 17-м году в Барановичах. Я думал, что да, будет очень глупо, если мы не воспользуемся возможностью донести какие-то свои идеи до этой публики. И плюс, в любом случае, победа Тихановской это меньше изол. То есть мы понимали, что она не победит, но если мы поможем каким-то позитивным изменениям, хуже нам точно не будет. Все вот эти изменения, которые могли произойти после победы, они скорее всего пошли на пользу и народу, и нашему анархическому движению и у нас появилась бы возможность для дальнейшей работы. И мы просто, я предложил участникам штаба Тихановской Барановички взять у нас аппаратуру для пикетов. То есть бесплатно. Единственное, у нас было условие это свободный микрофон, чтобы любое мог высказаться. И к нам приехал человек, мы пообщались, все, загрузили в машину и вот на первом пикете, на котором было буквально, наверное, 150 человек, стояла уже наша аппаратура, я включал музыку и помогал это все подключить. Ну да, и сам выступал. И я говорил, что выборы это не решение, что у нас не будет честных выборов, потому что, ну, я понимал, не первый год, так скажем, видел этот ужас и понимал, чем все чревато. и я говорил, что только наша самоорганизация, наша упорная борьба что-то может изменить. То есть, мы не можем поставить галочку в бюллетене и что-то поменяется. Оно так не работает. И даже если бы оно вдруг поменяло бы лицо в телевизоре, суть вещей бы не изменилась. Как хорошо сказал Эмма Гольдман, если бы выборы могли что-то изменить, власти бы их отменили. Ну, собственно, об этом я и говорю. И вот, первый пикет был достаточно малочисленный, потому что местные власти просто не давали нормальную площадку и нормальное время под пикет. Следующий пикет штабу Тихановско-Барановичскому удалось выбить получше время. И там уже была сцена, прям там было красиво. Это был тот же парк, просто немножко принесли место. Тогда пришло, наверное, более 500 человек. Вот. Я сорвался с работы из Минска, приехал специально туда. Штаж ожидал, чтобы быть больше людей. Да, было 500 плюс. Тоже выступил. Ну, речь, как мне показалось, была достаточно такая зажигательная, потому что оваций было море, там, людям очень понравилось, многие подходили, говорили, вот, все правильно сказал. А я ее начал с цитаты из интернационала, и я на самом деле опасался, что когда я его цитировать буду, меня тут просто закидает там с тряпками каким-нибудь, потому что это же коммунистический гимн, и нет, люди аплодировали, а я прочитал строчку о том, что никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой, добудемое освобождение своей собственной рукой. И дальше я немножко начал критиковать вот эту всю идею, что Светлана Тихановская, мы можем ее выбрать президентом, и что-то поменяется, и она там даст нам в конституцию и так далее. На удивление, людям это понравилось. Вот. Следующий пикет Тихановской, который прошел в нашем городе, это был уже пикет с ее участием, на него мы подготовились и пришли с несколькими плакатами. Мы сделали креативный плакат «Белорусскую рулетку», на которой ничего хорошего выиграть было нельзя. Там были как бы 500 долларов, но на них никогда не выпадал. Ну, это, да, белорусские реальности, что ты вообще ни от чего не зависишь, что кто-то другой тыкает. Вот. Был плакат «А без президента слабо», который Светлане Тихановской немножко испортил настроение, я стоял у нее на пути, когда она шла, и, в общем, когда она увидела этот плакат, она как-то немножко расстроилась. Хотя людям он понравился. Правда, возможно, они думали, что этот плакат связан напрямую с нашим диктатором, а не с самой идеей какого-то президента. Вот. И было два плаката про самоуправление и прямую демократию. Вот. И уже идя на этот пикет, я ожидал, что, собственно, из парка мы не выйдем. Пришло 8 тысяч человек, с нами наделали кучу фоток, телеканал «Дождь» нас красиво сфотографировал, взяли у меня коротенький комментарий. Все счастливы, всем все нравится. Ну, кроме Светланы Тихановской. Мой плакат ей точно не понравился. Было очень смешно, когда ее охранники тыкали в меня пальцем, когда я встал с этим плакатом одному из барановичских активистов. И судя по тому, как он показывал, что все, типа, нормально, я так понимаю, на меня тыкали пальцем, не провокатор или нет. Но местные, как бы, знали, что нет. Вот. Ну, просто у меня немножко расходится с ними позиция. И вот этот пикет прошел, нас не задержали, мы разъехались, я поехал в Минск на работу, и на следующий день в Барановичах анархисты провели несанкционированный пикет. Это, этот пикет и пикет революционного действия, это были два единственных пикета предвыборных анархистов. Оба несанкционированы, конечно. Вот. И на следующий день буквально ко мне в Минске в квартире, в которой я жил, пришли два товарища в штатском, якобы проверяли съемные квартиры, но почему-то в документах были данные не человека, на которого был официально оформленный квартир, а мои данные. И я все прекрасно понял, собрал рюкзачок и уехал на родину. Ожидать 9-го числа. Вот. 9-го числа я и несколько еще моих товарищей, которых тоже начали искать. Я так понимаю, просто баранович ГУВД работает так, как в принципе и все ГУВД. Известные анархисты, анархисты провели акцию, значит, виноваты вот эти анархисты. И наплевать, что они были в Минске, в Бресте, в Жодино, да хоть в Китае. Виноваты будут эти. А если нет, будем их лупить. Есть у нас такой Геннадий Геннадьевич Валуй, он меня не бил никогда, честно скажу, и со мной нормально, более-менее общался, но неоднократно вбивал других людей. И насколько я знаю, сейчас он перешел с давления на анархистов на давление на дворовых активистов. Какие-то фамилии, на самом деле, всех силовиков говорящие. Какие-то силовиков, Славя, ты на самом деле там вообще областно. Как на дворе Орова. Все прям очень сходится. Вот. И получается, мы как бы, несмотря на то, что мы прятались, просто жили у знакомых, мы встречались по вечерам, планировали. И, честно говоря, на 9 число мы не думали, что у нас там будет прямо ух и ах, как оказалось. Мы ожидали, что это будет просто, скорее всего, митинг на несколько тысяч человек, которые вряд ли закончатся революцией или какими-то массовыми... Или вообще продолжением. Да, то есть мы ожидали, что в лучшем случае это будет как протест с 17-го года, затянется там на несколько недель. И как бы, было понятно, что это последние выборы, которые участвуют в Лукашенко, как бы, всем было уже ясно, но мы понимали, что прямо сейчас мы не победили. Вот. И мы планировали как? Что у нас, у нас были с собой листовки, когда мы шли 9-го числа. Вот. В центр. У нас был мегафон. И мы планировали, что я, как уже известный персонаж, которого я ищу, буду выступать. Мегафон. Ребята раздают листовки. И все это заканчивается скорее всего для меня задержанием, а как бы товарищи уйдут, и слава богу. Вот. Но ситуация немножко изменилась. Вот. Мы потом узнали. И получаем. 9-е число, 8.30 вечера, мы сидим во дворе, никого не трогаем. Нас 8 или 9 человек. И просто мимо проезжает тот самый автобус, который ждал Петра Рябова, который возил меня. С концерта в 11-м году. Какая по счету это твоя встреча с этим транспортным сериалом? Ой, я думаю, далеко не первая. Я, возможно, еще во времена околофутбольной даже на нем успел покататься, просто об этом не помню. Короче, в принципе, надо было бы уже закрепить на тот момент себе. Да пора его уже сжечь. Как мне кажется. Нет, это взгляд следующая, конечно. Вот. Ну или просто списать, потому что он реально старый. И проезжает этот автобус, вот. Они останавливаются, выбегает сначала один космонавтик барановический, видит нас, останавливается, потому что друзья же еще не подбежали, а стрёмно бежать к нам. И в этот момент просто часть ребят собирает все, что у нас было. Нажит они по сильным трудам и убегает. Там было очень, очень неудобное место и всем вместе убежать бы не получилось. Я с товарищем, которого тоже уже искали, мы решили вдвоем остаться, перекрыть отступление. Ну, понятно, они же не побегут за всеми, хотя бы кого-то заберут. Тем более, это лица, которые они уже знают. Там был начальник барановический ППС, не знаю его фамилию, хотя за столько лет пора бы уже и познакомиться. Он и на концерты наши ходил, постоянно стоял с недовольным лицом что-то там взбатрили. Да, его троллили постоянно со сцены. Ныне тоже в тюрьме находящийся вокалист группы Мистер Икс Игорь Банцер как-то его троллил. Говорит, если я, какой, понравилось, говорит, наше выступление начальнику нашему ППС, он говорит, вот белорусский, белорусский бы песен побольше, он говорит, для вас специально белорусскую пущу что еще у нас собирали. Вот. Надеюсь, он скоро выйдет и собирает белорусскую пущу и еще что-нибудь повиси, и похоронный марш на могиле одного мудака усатенького. И вот, часть ребят убежала, часть осталась со мной, и, в общем, нас пятерых забирают в наше ГВД любимое. Причем нас забирают достаточно мирно, без насилия. И было очень смешно, подходит этот начальник, я говорю, о, здрасте. Звонит, говорит, да, пятеро, короткостриженные, в черном. Ну и ас. Фамилии, уточняет наши фамилии, говорит, есть, забираем, забираем. Мы уже переглядываемся, ну, собственно, нас тут уже все знают. Вот. Было очень смешно, что один из сотрудников милиции, невысокого роста, он прям постоянно там что-то нервничал, когда они усмотрели, и поправлял балаклаву. Потом оказалось, что это сосед одного из моих друзей. И тот его узнал, несмотря на балаклаву. Ну и, в общем, на самом деле, всем было не очень комфортно, судя по всему. Нам, наверное, было спокойнее, чем. Вот. В общем, нас забирают, везут в ГВД. Кто-то из этих идиотов пшикает баллоном, весь автобус задыхается. Я их начальнику говорю, что же вы своих подчиненных-то не научитесь? Говорит, разберемся, такого больше не будет. Ну, в общем, веселой такой атмосфере мы приезжаем в ГВД, а там наши вот друзья из уголовного розыска, тот же самый Геннадий Геннадьевич Валуй, забирает меня, как сейчас, в кабинет, говорит, мы же с тобой 10 лет знакомы, а ты все тут сидишь, хватит, потому что у меня в твоем возле двое детей, ну и давай мне на очередь. Это какое число, напомню, 9 число, в 8.30 нас забрали. После выбора. Вот. И с ним у нас был очень интересный диалог. Он такой, в пикете анархистов участвовал и говорю, участвуем. Ну, сейчас протокол будем составлять. Я говорю, а какой протокол? Он же санкционированный. В смысле, санкционированный. Я говорю, ну, пикет Тихановский был санкционирован. Говорит, какой пикет Тихановский? У тебя про пикет анархистов? Я говорю, так а вы анархисты с плакатами пикет тихановской стоит ну в общем не тот оказался пикет хотя меня и товарища опрашивали по поводу вот это пикета за третье число но дальше опроса никуда не пошло я стал что был в минске сказал в какое время на каких станциях метро говорю пожалуйста видео с камер уберите уже камеры натыкали воспользуйтесь пожалуйста несколько часов нас продержали в гвд вот причем мы сидели у сотрудников уголовного розыска с которыми еще 17 года был спор про правую демократию я вам рассказывал интересном опыте курдистана и сапатистов и сапатистов и все закончилось тем что один сотрудников уйдя из кабинета сказал прямая демократия рабочая модель все соглашусь но в беларуси реализовать не надо ну извините из-за тупости нашей власти люди так уже реализуют по тиху вот и где-то к часу ночи нас отправили естественно в ивс людей достаточно было много то есть мы видели там нас я так понимаю заводили уже чуть ли не самых последних из-за такой большой волны но я не видел никого избитого то есть все достаточно было мирно единственно когда мужик что-то там ругался на них орал что они все здратники предатели и всем ответят но его никто никуда не уводил не бил то есть все было мирно как бы я на тот момент еще не понимал что происходит меня и моего товарища заводят камеру там уже сидят два барановичных активиста которую как одной из которых я знаю вот такая теплая встреча друзей ну и все как бы мы ложимся спать слышим что ночью еще кого-то приводят что кто-то кричит что мне негде спать без спина полу типа чете местного вот и все вроде тихо спокойно следующий день и а ну и я же ожидал что баранович скобывая вообще лакшери условия как и было в семнадцатом и проверка утренние построение а тут какие-то все в масках злые как собаки орут что-то крича веганской мне предлагают веганской меню еще захотели мы не в швеции ну и в общем моего товарища хватает один из сотрудников за шкирку потому что на обыске у него из штанов не достали веревочку вот там что-то начать на него орать я начинаю мы делаем замечание какой-то шкет с пушковыми усами спрятаны под маской начинает что-то кричать на меня я говорю назвал свою фамилию он что-то меня на трибука прямым текстом я начинаю же с ним собачься с ними всеми тут их начальник смены горит ты уже наговорил типа своего голоса к тебе следователь по 339 3 части придет и тут я вспоминаю вот этот вот баллон который кто-то сотрудников распылил в автобусе у меня первая мысль они хотят на вас баллон повесить в общем настроение мне на ближайший день точно испортили и даже не на один вот они наорали на всех ушли ну я я еще не мог понять что происходит но подумали раз типа достаточно задержанных просто такая первые акты устрашены ну хорошо типа не страшно сидим дальше все в порядке к вечеру нас вытягивает уже сотрудник форуме к себе в кабинете и составляет протокол и тут я узнаю что оказывается задерживали меня не на советской 56 в баре кажется 56 а на ленина 2 в центре города в группе людей которые кричали классика же да 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 только мат вычеркнули но руками махал я говорю ну окей с протоколом не согласен все еще тоже была смешная ситуация потому что сотрудник молодой смотрит на мои татуировки и спрашивает а чё за татуировки ну субкультурные а может вы еще рок музыку слушаете слушаю а может еще и король шут слушаете а я на концерте был и тут у меня аж глаза загорелись а в каком году 2006 по его взгляду я понял что короче в 2006 он там еще на киша не мог ходить молодой же в общем ему было очень интересно потом этого сотрудника я встречал еще на миссингах я тогда уже сидел говорю сейчас вот я через 15 суток выйду я понимал что собственно будет вы уеду от вас подальше бы вы меня достали я встречаю потом на акциях он подходит так ты же говорил что уедешь я говорю ну вы же раньше выпустили так куда же я поеду меня еще 15 суток мы их не истекли вот и да составили протокол 17-1 ну ладно составили до составили как бы все очень ожидаемо и я надеялся на 2334 вот все завели в камеру сидим никого не трогаем дальше периодически что-то там не разрешают что-то запрещают какие-то передачки уже пошли а под окнами особенность баранович той вест что окна не заделали то есть ты можешь просто выглянуть в окошко даже форточку высунуться на котиков посмотреть или на мусоров и первые четыре дня и пять наверно вы просто да наверно всю неделю первые вы пока мы находились в этом здании мы видели как эти отморозки строятся во дворах мы видели машину ввшников мы видели несколько автобусов один из них городской гармошкой полных мусоров мы видели эти автозаки мы видели каких-то мудаков в масках которые ходили вот тут дубинка размахивали типа имитировали как они будут всех избивать в общем все это дерьмо мы видели и всех этих уродов очень хотелось рекоменшему все сдохли но мы понимали что закончится очень плохо вот на следующий день нас посетил сотрудниками победик то есть их там было два просто с медиками уже был лично знаком потому что он репрессировал столько моих знакомых он вызвал к себе в кабинет сначала моего товарища товарища сказал просто еще раз говорить не буду вот следующий был я и барачка кгбшник идиоты ну просто я развел кгбшника на историю о том что происходит в стране вот диалог был какой он хотел со мной пообщаться я отказывался с ним общаться говорю вы знаете кто я я знаю кто вы зачем же нам разговаривать вот и когда он уже хотел встать и вызвать конваира я говорю ладно давайте ответьте мне на вопрос что происходит в стране и он мне рассказывает про баррикады про коктейли молотова что в каких-то там где-то в пинске там прям насилие против сотрудников я сижу в маске меня там улыбка до ушей уже такая вот я уже и он рассказывает про убийство свидетельством которого ты стал вот самую версию что там взорвалась в руках граната все вот эти вот истории ну такую а-ля мвд официальную версию но это было первое что мы узнали потому что мы даже менты ничего не говорили интернет парадочек еще не было насчет интернета вот грубо неделю назад на твоем месте сидела одна девушка которая выдала очень интересную теорию что интернет на самом деле отвечали не чтобы мы не собрались а чтобы всем мусорам давать дезинформацию то что все ведь вся беларусь горит только вот наш городочек это огонек надежды и давайте подниматься на самом деле готовы это послужил поверить потому что но я так понимаю просто потому как готовилась барановическая милиция они ожидают не знаю там реально броневики сейчас приедут какие-то тут оружие подостают не знаю 300 бойцов вагнера откуда-то вы что у них там чеки-то а машина с украины прорвется ну и в общем все вот эти вот страшные истории но но нет пластиковые бутылки с молотом да и в общем он не отдает эту статистику и начинает петь не дифирамбы о том что я вот на митингах за ненасильственное сопротивление втирал а вот эти люди заносили ну в общем пытается как-то меня развести на диалог и все закончится заканчивается вот его монолог и он такой ну а теперь ты мне на вопрос нет смысле но это же не честно я говорю а то что я здесь сижу это честно в общем диалог у нас не получился и собственно он меня и отправил ночью плакал в подушку видимо да ну кстати выглянул максимально просто уставший и как я понимаю просто эти ублюдки сидели у начальников гвд прямо в кабинете и курировали весь разгон ночью этого дня мы слышали от сотрудников милиции которые вот прям прибегали в ввс крики из серии нахрена я контракт продлевал дать бы его нафиг и либо в эту либо в предыдущую ночь один из сотрудников орал да это жесть да ну в общем со всеми вытеряющих да среди сотрудников было много недовольных был очень интересный один сотрудник в ввс с белым браслетом который был максимально корректно это была самая нормальная смена и он как он на работу прошел в белом браслете я вообще не понимаю что все было да я тоже задавался этим вопросом его кто-то увидел браслет и потом просто все и когда нас уже на сизо повезли когда мы там стояли несколько часов в камере одной все и прогулочном дворике все тоже обсуждали все это видели и все не понимали и он и чай давал и сигареты давал когда надо то есть кипяточек там принесет сигаретку дай закупить нормально будет самом деле это просто кто-то отпиздил бусора и просто так пойду ребят погрею я на самом деле удивился что так и было но я хотел автозак купить у нас же перед выборами тоже автозаки выставили на продажу волонтерской службы весны была шутка на эту тему про народный автозак очень давно хотели его сделать но не получилось вот приходит этот товарищ бизик и после него уже суд моя любимая судья копач она же жопач вот которая ответит за все свои преступления она судила меня и моего товарища у нас было ходатайство о переносе рассмотрения дела и потому что нам нужно было нанять адвоката она удовлетворила сам начальник гвд приходит к нам камере и говорит а где вашу телефон телефон он наверное со словами что мы чертовы анархисты ходим без мобиль ушел вернулся со своим своей звонилкой набрал нашим родителям и мы там уже кричали наймите адвоката причем моя мама не понимала кто и звонит и что это за начальник гвд но она вообще у меня с милицией не очень хорошо ну и вообще мне пришлось прям он мне протянул прям телефон чтобы я сказал мама это я найми адвоката пожалуйста очень надо в общем на следующий день пришел адвокат который нашел свидетеля нашего задержания который снял видео нашего задержания где отлично видно что мы не в группе людей не на ленина 2 махаем руками вообще все не так как написано и вот суд свидетель вся наша тусовка 5 задержанных свидетелей плюс еще со стороны свидетелей плюс видео плюс ходатайство о взятии видео с камер с ленина 2 судья говорит слушает свидетелей видео конечно же говорит а-а-а отклонить фальшивка с польши да она ленина 2 слишком много людей а мы вас не узнаем хрена вы там камеры тогда навешали а там в общем все это заканчивается тем что мой себя камер не возвращается злой просто ужасно вот и он тоже очень любит судью копыч очень сильно был рад вот знакомству с ней и в общем говорит пятнашка захожу я поругавшись с ней говорю что ладно давай продолжим твое судилище вот все мои вопросы моим товарищем были как сидит то сколько суток пришла ли передача причем она даже не прерывала что удивительно хотя мой главный вопрос же не поделал ну я узнал нужную информацию и в конце суд удаляется так давайте без этого цирка вы знаете сколько я получу я знаю сколько лучше давайте закончим типа общение наше неприятно и тогда 15 спасибо увидимся в новом белорусе натурально даже она не сымитирована после 2-го этих слов а зачем решение зачем ну как бы совсем понятно копыч прекрасно знала кто я первый раз меня судила и видел в судах и поэтому все было очевидно то есть не стесняясь мы сошлись на то что значит да и решение ты готова давайте я больше скажу решение скорее всего принимала не копыч а гбшник безик потому что он в своей тетрадочке у каждой фамилии кого напрашивал ставил пометочку у них то наверное какая-то система знаков была ну нам дали по пятнашке потому что давно любимое давно известное и сволочи такие с гбшником разговаривать пытались а остальным нашим ребятам дали 7 8 и 12 и вот судья те рисуют самые оправданные 15 суток своей жизни что было дальше и мы продолжаем сидеть в том же ивс где нас сразу и привезли где нас и судили кстати да судили нас прямо ввс кабинете то есть это не какое-то нет это нас не везли в суд у нас sky в баранович и видимо не завезли про лицензионную винду я думаю они не слышали про камеры должно будет из-за этого потом другое дело и да то есть мы оставили там же и до пятницы мы сидели никого не трогали периодик в зависимости от смены то у нас там сверните матраса то разверните то 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 все эти гоблины также строятся под окнами каждый вечер вот но давайте вернемся это было просто вот обычная обычный кабинет просто кого-то там следователь вертухая не вернет нет и актовый зал это маленькая комнатка для допросов ввс и просто на месте где обычно следит следак или там твой адвокат если ты собака встречаешься сидит судья рядом на стульчике сидит ее секретарь и на соседнем стульчике сидит мой адвокат и тут сижу я такая тройка люкс а чё сижу я стоял там даже для меня места не нашлось присесть да и заходишь от у тебя и выками точенными и присаживайтесь пожалуйста и 15 суток пожалуйста и мордоворот еще стоит за дверькой все это вот такой суд по-барановичски а ты в браслетах стоишь меня не браслет конечно не было стою в масочке нам целую маску на все 15 суток выдали ух на всех назовешься у каждого индивидуально не ну хоть и выдали то спасибо вот и все как бы вот такой барановичский был суд очень интересный сейчас я знаю что немножко по-другому часть людей везут все-таки по человечески в суд часть людей которых все-таки кто-то ждет в суде их судят либо в его весе либо по скайпу там как повезет ну видимо кто-то что-то выделил у нас даже бусик появился у нас тонированный бус городе появился недавно судя по фотографии так что прогресса до баранович доходит но на новую году тоже провели интернет наконец-то ну прогресс как бы не остановить режим нашел деньги на это не нашел на врачей и вот пятница сидим никого не трогаем утренняя проверка это какое число 14 августа получается пятница 14 августа 14 августа на утренние проверки нам приносят швабру мойте убираете хотя они как-то вот этот раз они офигели потому что как бы прошлые разы каждое утро тебе швабручку пожалуйста убери там барановича кстати кераминовские унитазы ободок пластиковый все как у белых людей дома красиво и чего по-человечески сервис еще какой и полутора раньше приходили там порошочком сыпали там что-то обработают гряд смой потом в этот раз вообще всем было пофиг на это да вот последний пятница наш последний день там мы еще тогда не знали вот ведро вот мусор убрать насыпали даже говорят смотрите потом мы таки его прикол сервис подвезли наконец-то за неделю и где-то ближе к обеду нам говорят ну чё с вещами на выход я говорю ну все на сизо и ну ладно сизо так на сизо собрались поехали приезжаем сизо смотрю возле сизо а я получается меня везли в газель я сидел посередине то есть я видел что в лобовом стекле происходит и огромное количество машин возле сизо куча людей возле сизо очень прикольно что происходит ну и собственно нас на это сизо вот наша газель успешно ломается подгоняет автозак нас там как-то перегонять в этот автозак тогда уже заезжает сизо в общем все нас распределяет по камерам в нашу 14 место до 14 местную камеру загоняет 23 человека камера начала двадцатого века это бывшие конюшни прям как фильмах там вот этот фильм 9 жизни не старомах но известно как там сидел бах но в таких же условиях сидел я вот у нас на всех наверное только 8 до 8 наверное этих матрасов то есть мы как-то делились там короче нормально у нас там анархия работала все со всем делились общий стол еды взаимопомощь на высочайшем уровне и сидели весело и красиво и вот нас туда привезли меня и товарищи вытягивают причем вытягивает очень странно и стрёмно я сразу же подумал что их угрозы по 339 это уже короче реализуются потому что нас одержали в прогулочном дворике и меня просто вытягивают из дворика меня и товарищи и мы как бы уже немножко там начали сами кирпичами уже гадить и нет нас ведут к адвокату и адвокатом начинает рассказывать что в стране все очень интересно сегодня забастовки тысячи людей по всей стране на улицах насилие прекратилось люди женщины в белом с цветами в центре барана ищет несколько тысяч тысячи женщин в минске повсюду куча предприятий бастует рабочие с баннерами идут по городу он это говорит а этот адвокат я с ним сталкивался финансовом году он был моим адвокатом он тоже как бы прогрессивный взгляд и он это говорит и он чуть ли не плачет мы с товарищем переглянулись у нас там не знаю у него взгляд очень у него взгляд горел у меня взгляд горел то есть до этого у нас была информация от гбшника информация из местной газеты всем об этом ужасе избиений о том что парня в барановичах выбили сотрудники глаза кучей разбитых машин на всем этом ужасе который происходил и я вот слышу это о том что люди не приклее их не запугали они продолжают выходить и мы просто вот на таком заряде позитива адвокат принес спрошение наших мам подписать какую-то бумагу об отсрочке нашего срока мы конечно же отказались потому что чем мы будем во-первых просить мы тут незаконно мы ничего не совершили сидим непонятно за что поэтому просите хочу чтобы разрешили нам отсидеть потом нет спасибо не буду и вот я прихожу в камеру рассказываю это сокамерником у всех тоже подъем все начинают расспрашивать а что происходит и так вот мы сидим до воскресенья воскресенье начинают отпускать первую партию людей вот и нас в итоге из большой камеры остается 6 человек всех позабирали нас перегоняют другую камеру открыта кормушка соседней кормушке я вижу свое товарища партизану у которого 12 суток начинают переговариваться с ним включается вновь камере один товарищ и делаю его там то есть мы переговаривались узнавали новости с нами было несколько спортсменов средней камере было несколько спортсменов они там тоже переговаривать вот и в какой-то момент просто нам говорят ну собирайте вещи мы такие в смысле ну вас может отпустят я говорю да не могут нас отпустить если нас отпускает это значит режим идет как бы на уступки он может пойти на уступки только в случае если мы реально побеждаем я говорю ну я сомневаюсь что прямо тут уже без нас революция произошла мы бы об этом как-то услышали увидели и проходит какое-то время мы собираем пакеты я грунт у нас повезут наверное назад здание просто думали возможно выходной день что больше людей задержат задержали поедем обратно и мы с этими пакетами выходим в коридор стоим в коридоре и просто слышим как в кабинете говорят это прошение точнее это документ освобождение и просто мы спальнем стоим смотрим на друга парень в очках так у него глаза за очки выскочили а вот так стоим да ну быть не может и и все сотрудники выезд вот такой сезон так вряд стоят прям смотрят выходят гбшник там чуть перепроверять списки и нас отправляет кабинет там два человека из прокуратуры сидит мужчина и женщина я к мужчине парень девушки и он говорит вот подпишите бумагу обослабожить я говорю я не буду подписывать вы не хотите на свободу я очень хочу я не хочу выходить сейчас чтобы потом через недели две вы меня опять сюда затянули давайте я свою пятнашку отсижу участник выйду и буду жить спокойно он говорит нет это не это типа мы вас полностью освобождаем в смысле вы меня освобождаете я смотрю а там реально отмена приговора у меня аж глаза загребить ну тогда подписал они извинились я правда не помню извинился ли я тот мужчина потому что я там с ним еще ругался минимально а девушка извинилась перед парнем извините что так произошло это заслуга адвоката нет это не заслуга адвоката это заслуга народа это история какая режим был не готов к этим событиям то что вот это насилие происходящие на улице к нему были готовы не только люди но и режим и у нас был реальный шанс первую неделю победить к сожалению не чуть-чуть не дожали но что у них не было подготовки такой конечно не было ресурса но сам факт того что на тот момент мы побеждали и режим был вынужден пойти на уступки и потом следующий вот этот выход гродинского мэра к народу и там выполнение условно требование людей и так далее вот все вот эти вот уступки несколько людей тишины когда недель когда особо там не не жестили никого не били не задерживали это лучше доказать того что мы какой-то момент побеждали как минимум что какой-то влияние воздействия до этого нельзя было сказать о предыдущих так цикл на 10 последних ну вот такой очевидной реакции властей но почему я готов поспорить в шестнадцатом году были забастовки предпринимателей шестнадцать семнадцатый тогда мы чего-то добились ну для меня все очень было странно почему пошли на уступки с предпринимателями ну насколько я помню шестнадцатом году бастовала до в самом начале на пике до 90 процентов фпшников бастовала очень много фпшников и возможно кто-то там решил что есть шанс потерять слишком много денег или возможно это очевидно что много денег потеряется но для них по-моему это будет всегда не такой показатель или возможно это как-то не встраивалось в модель поведения с западом на тот момент у нас же уже тогда была либерализация ну тут можно долго гадать я не эксперт я не активно участник этих протестов я не был этих круглых столах где там что-то решали с властью я не знаю что происходило и почему так решили вернемся к этому вопросу и вот нас освобождают я выхожу с этими пакетами я первый раз выходил суток в таком потерянном состоянии что я вообще не понимал то есть пятнадцатом году меня вывозили замкат на машине и отправляли на электричке с двумя мордоворотами в баранович в семнадцатом году у меня два раза освобождали причем первый раз жодина второй в барановичах и я как бы понимал что идет и тут я просто выхожу я вижу какие-то палатки я вижу бело-красно-белые флаги я вижу кучу людей кучу машин свет какой-то ко мне подходят люди говорят вам нужна машина вам нужна медицинская помощь вам нужна помощь психолога вышел в новую страну а я не понимаю что происходит и у меня первая мысль что мы победили и ко мне тут же подбегают волонтеры говорят подойдите здесь стол нужно зарегистрироваться я вижу своих пацанов уже которые вышли которые нас тоже встречают дайте с пацанами поговорить они говорят давай пакеты иди заполняй я иду заполняю и когда вы уточнили мои данные как мне сказали это для того чтобы не было пропавших без вести у меня спрашивают точнее я спрашиваю что происходит объясните мне и вот мне начинают рассказывать про тот ужас который творился на окрестина тот ужас который творился и в барановичах у нас множество раненых одному парню выбили глаз насколько я знаю зрение спасти ему не удалось резиновой пулей нас много пострадавших от осколоков светошумовых гранат несколько ребят и моих знакомых пострадали одного избили в сизо в ночь 10 на 11 одну знакомую девочку подстрелили то есть таких историй очень много это все правда это только сейчас барановича потом мне рассказывают что про ужас минска и я просто понимаю что мы родились в рубашке потому что мы попались вот в этот первый момент с одной стороны я потом очень жалел что я как бы я как анархист не постоял на баррикадах коктейли молотова в беларуси и летали с другой стороны когда я просто узнавал какое там происходило такой ну может и хорошо что я попался 8 30 вечера вы не так ну в общем не будем уже тут заходить далеко в эти все размышления я узнаю что происходит и я узнаю об этих огромных митингах 10 тысяч в моем городе вышло на улицу вот 16 числа в барановичах 10 тысяч человек вышло на улицу в пятницу бастовал как минимум авиаремонтный завод это огромное предприятие одно в городе одно из самых успешных еще и оборонка она она бастовала и еще несколько предприятий бастовал и я все это узнаю и я просто вот так единственный у меня был вопрос где лукашенко лукашенко остался в кабинете хорошо а люди разошлись когда мы сказали что люди разошлись я рассказал своим товарищам что этот бой мы к сожалению проиграли войну мы выиграем но этот бой мы к сожалению все так все же проиграем и на данный момент до власть уже как бы уже уступки все закончились у нас стадия репрессий со стороны власти реакции но весна всего надеюсь поменяет и все поменяется в будущем в беларуси экономика многих людей заставить выйти на улицу я об этом и вот нас освободили буквально приезжая домой я в интернете считаю что оказывается у нас завтра уже митинг под игре с полкомом и вот с товарищем с которым мы вместе получили пятнашку сидим у меня в комнате его родители моя мама еще пару наших товарищей игры ну что завтра идем он говорит забираем вещи и на митинге игра отлично и вот 17 числа до 23 мы в принципе участвовали во всех городских митингах и если мы там вечером не ехали под гвд ой под госполком то днем мы ездили к ремонтному заводу где в обед выходили работники в цепь солидарности к электросетям где тоже какое-то время в их выстраивались работники и где-то вот неделя до было такой свободы потому что люди могли в центре там около тысячи человек собраться в центре города выставили колонки включали музыку вот я периодически кричала и туз мэр выходи что-нибудь такое ну и такое тоже кричал и что-то более более корректно и конструктивное вот люди говорили в мегафон народ несколько жителей города вот собрал то есть вот на первой акции 17 числа люди собрали вот такое большой достаточно документ с требованиями от народа и на следующий день несколько городских активистов принесли его мэру и мне очень понравилось что эти городские активисты не пошли говорить от имени народа они сказали что мы не представляем людей вы просто вот принесли вам документ как инициативная группа если вы хотите вступать в диалог пожалуйста выходите к нам но наш мэр грамыковский мудак как и большинство наверное все белорусские мэры он открыто сказал что я человек президента выборы релегитивные все в порядке а начальник гвд пообещал что пока мы мир выражаем свое мнение нас никто не будет разгонять но он оказался лжец и пиздобола как и все сотрудники милиции да никто никогда такого не было и вот опять естественно концу недели начали репрессировать рабочих авиаремонтного завода вот и анархистов получается вот все началось 23 числа на большом митинге рабочим с авиаремонтного завода еще в пятницу пришли повестки вот 23 числа воскресный митинг в барановичах тогда где-то полторы тысячи собралось тогда было шествие с разных районов города она собралась в центре вот мы ставим колонки подготовили стол с письмами для политзаплюченных с адресами принесли несколько плакатов и вот молодые ребята придерживаясь анархических взглядов стояли с плакатиками вот и не только они причем там плакат был очень смешной плакат ешь ананасы рябщиков жуй в день в последний приходит буржуй там прям мужики завода с ним стояли им было по кайфу он им нравился то есть в общем плакат анархистов нашли отклик у простых людей вот и еще на самом начале когда мы ставили технику ко мне к товарищу подошли сотрудники назвали нас по фамилии но сначала подошли и сказали что наши действия незаконные я говорю ваша власть нелегитимна так что извините они называют нас по фамилии говорят что вы как бы ребята уже довыпендривались ну в общем собственно ждите вот я потом еще догонял их спрашивала вы как крысы будете забирать по подъездам или по человеческой повестке они сказали ой мы не знаем но в общем мы уже поняли что ничего хорошего нам не ждать и вот акция прошла все в порядке но когда мы уезжали уже тихари не фоткали машины которые возил аппарат и следующий день мы идем в суд поддержать работников авиаремонтного завода я призывал на митинге прийти их поддержать приходит человек 50 это тоже очень интересная история потому что выходит секретарь суда видит огромное количество людей внутри были еще не все много было на улице а это что все в суд города в суд возвращается и говорит ой а дела переносится такая маленькая тоже победа и оттуда я уже уезжая в минск вот и узнаю что ребят которые стали с плакатами в этот день начали уже хватать причем очень интересно если ребятам сказали сотрудники правду у нас работал прям губопик вместе с кгб прям вот так уже вместе настолько мы страшные бандиты анархисты ну а насколько я знаю раньше они особо не дружили но в эти цена имена поменяли ситуации да слабость проигрыш по некоторым фронтам на дивизион что такая спайка получилась и вот и 5 ребят осудили по 23 34 и с того момента собственно вот с анархистов по сути начали в беларуси в барановичах новую волну репрессий то есть то момент каждый воскресный марш кого-то задерживает вот на данный момент в барановичах нет уже как таковых воскресных маршей но достаточно сильная и активная районная движуха вот просто я вот листаю чат и просто каждый день несколько акций там условных пикетиков каких-то там арт-инсталляции каких-то перформансов то есть люди постоянно что-то делают и раньше если в городе там на весь город было там 5-10 активных граждан то теперь это несколько десятков на каждом районе то очень классно и несмотря на то что вот сейчас я просто знаю что нам город достаточно сильные репрессии низко уголовных дел несколько человечеств сизо и несмотря на это люди продолжают борьбу и я например верю что усатому и его режиму кирдык наше светлое будущее вот 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 скоро придет как ты думаешь после победы все здоровые чатики сообщества и все эти белорусы такие котики куза беларусь это все останется или заново все вернется на круги своя и люди перестанут здороваться в подъездах это было раньше ну вряд ли помогать я на самом деле вот главное что произошло в двадцатом году мы не победили далки но просто белорусский народ он просто изменился то есть до этого большинство белорусов они интересовались политика это был удел такого не знаю как интеллектуального не интеллектуального вряд ли интеллектуального у меня нет высшего образования так что так же синить интеллектуал конечно это был удел меньшинства а теперь просто ну а рядовой белорус он же как же он типа я ничего не решаю в этой стране 20 лет за меня решали что я буду делать да да и вот благодаря тупым действиям власти реально вот в этом году анархистам нужно было ничего не нужно ничего никому не нужно вообще вы просто власть как анархисты стали популярными то что власти сделали все чтобы люди реализовывали на практике анархические принципы как говорят даже без анархистов самих дабы многим за маркетингом протестный успех на 90 мне кажется на 85 . процентов это ошибки лукашенко да да за свою большую за наше следующее вот и просто ну я не верю что вот эти вот люди которые в этом году поверили наконец-то что от них что-то зависит что они не просто винтик в системе они способны что-то поменять и на что-то повлиять что эти люди просто скажут все вы победили тихановской все решит да все наплевать это вершик это как нельзя развить надо за что-то уже человек через такое прошел для ты откатить можно его сознание можно притупить как-то можно задавить но откатить и выкинуть это из головы осознание мне кажется тоже невозможно вот мне нравится вот этот лозунг который был на многих плакатах мы не были знакомы до этого лета или как мы не знали друг друга до этого лета вот это люди все наконец-то как бы белорус был такой маленький атомизированная ячейка на него там давит государство он не знает соседей все поменялось теперь белорусы понимают что вот эта автомизированная ячейка это все одно это это провал типа если мы хотим выжить в этом обществе то только взаимопомощь только солидарность то это взаимопомощь взаимопомощь взаимоподдержка и совместные действия и не под эгидой там не знаю какого-нибудь вождя великого который придет нас к победе вот спасибо за то тоже режиму режим просто обезглавливает любой протест и в беларуси если протесты будет то только без лидеров то есть у нас государство все сделало чтобы белорусы стали анархистами да и туда не попали в самую жопу потому что для этого протеста с определенного момента лидеры стали ненужны да это не сажает и либо сажает 10 миллионов человек сразу да уже не все лидеры либо все смотри как твоя карьера политическая в кавычках скатывается в говно очень большими темпами и поэтому им нужны клоуны типа воскресенского и других потому что им нужен человек с которым можно договориться который то есть у нас вот есть конкретное требование саня пошел нахер всех освободить виновных наказать с воскресе воскресенский какой-нибудь там ну мог бы по идее но воскресенский такой лошадь еще не сможет вот что-нибудь сделайте серии давайте мы там кого-то отпустим все будет хорошо власти надеются на это уже так и свободы власти может быть был бы шанс если бы они там сели с условной тихановской со стола переговоров поздно пить баржой уже уже это 15 тысяч долларов на развитие до плещей вернее и уехала уважаемый александр григорьевич дайте 15 тысяч не вернусь беларусь никогда блин на любом плече приедьте в украину поплачу даже у зеленского это ну и наверное последняя капля когда ты принял решение все-таки что надо уезжать чтобы 15 суток следующий не превратились в года какие-то возможно и уголовное дело что случилось у тебя какая-то была капля после которой ты принял решение уезжать в украину ну во первых я сразу не сюда уехал но сейчас расскажу все это классная история да какие-то были мысли сразу уехать потом просто видя что происходит я понял что да не хочу вижу как бы дома страшно дома опасно и не всегда хочется выходить с подъезда когда там какая-то синий синяя тонированная машинка стоит вот но с другой стороны просто не принимать участие вот в этих событий которые происходят в моей стране тех которых я ждал прям ну последних больше десять лет как бы мне было бы сынно все изменилось после того как 12 октября в барановичах кто-то якобы закинул коктейль молотова в прокуратуру там это непонятная история ну непонятно кто-то кидал или не кидал но с учетом того что в барановичах в первые дни сжигали табакерки потом табакерки горели и сейчас и как-то даже недавно пытались насколько помню опорку подпалить я как бы верю что граждане моего города настолько недовольны властью что могли бы пойти к таким действиям ну и в общем естественно было очевидно что к первому кому придут с обыском после такой истории это будут анархисты и да ко мне впервые за 10 лет пришли с обыском и меня например очень долго пугало что к моим товарищам приходили с обыском у меня обыск по сути был только на офисе вот критического мышления семнадцатом году я боялся всегда что если ко мне уже придут с обыском то это будет как бы все очень плохо и тут они пришли по той самой 339 3 которые меня уже пугали я не люблю такие совпадения но я сразу подумал что да не так то и страшно потому что квартира на которой жил в минске в подъезде камеры и видно что 12 числа в это время ну то есть как я зашел в подъезд там часов 7 и как я не выходил там до утра то есть все как бы из окна не выйдешь 9 этаж был вот и я надеялся что как бы ну ладно не так все страшно следующий день одну из барановичных анархисток вызывают на допрос и на допросе оказывается что а у нас местные граждане еще и машины внутренних войск подпаливали и спрашивали а не мог ли я это сделать а не призывал ли я к этому и где вообще был в это время вот а я понимаю что я не знаю какие-то даты и непонятно где я был и до этого как бы сыпались постоянно вопросы а не организатор ли я протестов они платили мне за организацию и история о том что я оказывается получаю миллионы долларов там от госдепа массада путина не знаю там нужно подчеркните у них там постоянно меняется до выборов был путин враг теперь запад в общем и до этого когда там подтягивали под то что этот организатор каких-то массовых действий а тут уже новая фишка я еще оказывается и коктейль молотова кидаю я чё-то подумал что наверное это очень плохие страшные совпадения и пора бы мне наверное уехать и 16 числа с утреца я уже ехал в гродно и там поехал в варшаву октября октября да то есть и вот я благополучно въехал в польшу все в порядке все красиво просидел там две недели на карантине после карантину успел поучаствовать местных протестов против местных консерваторов из партии пис по орал ебач пис понюхал газового баллона которую распыляли местные нацисты посмотрел на местных копов которые такие же тихари как и наши только с повязочкой и место просто дубинки бьют телоскопической дубинкой в общем да посмотрел как демократия работает что такая же хрень как у нас только на минималочка и вот так как я ехал по обычной туристической визе оставаться долго этом не мог и принял решение приехать в украину и получить здесь нормальную гуманитарную визу приехал получил гуманитарную визу и в принципе начал даже задумываться о возвращении домой да там милиция что-то звонила несколько раз моим маме даже прислали мне повестку но судя по всему было понятно что как бы они прекрасно знать что у меня в этот день в городе не было в эти дни как бы начальство приказала ему особо короче интересен если был бы интересен они прям шертили бы и знакомых и что-то родных каких-то но особо не пытались и вот я уже реально задумываюсь о том что берутся назад и открываю новости и задерживать никого и когда я посмотрел вот это вот видео с никого я понял что все очень плохо я достаточно давно знаю микола мы с ним познакомились наверное восьмом или девятом году это был один из первых анархистов который увидел вот в живую не из моего города и я знаю что перенес этот человек с чем он сталкивался и когда я увидел это видео я понял что он должен был пройти просто через ад чтобы это снять мы знакомы чуть меньше несколько лет но все что ты рассказываешь у меня абсолютно солидарная эмоции были мнения то что вот первая мысль я понимал что как минимум его нужно было пытать и того чтобы он не просто стал она для того чтобы он сказал хоть что-то и в принципе стал в кадрах какой-то камер на фоне красно-зеленой тряпки и у меня в этот момент немножко холодный пот где-то даже проступил потому что я понимал что это воздействие уже совершенно другого порядка нежели какой-то вот которая применяли даже до этого к отдельным участникам протестов это сразу было понятно что это полная жесть и там творят с людьми и с микола частности уже совсем какой-то пиздец но я тоже это понял сразу потому что и как мне кажется например вот эта информация его пытках которые просочилась сми мне кажется это даже не полная неполная картина я больше чем уверен что микола старался максимально как-то жат это рассказывать чтобы не деморализовать тех кто здесь ну те кто на свободе еще и кто продолжает бороться что ну я представляю что какой-то от должен был быть чтобы вот он это снял и еще и компьютер свой разблокировал и после этого я понял что наверное в беларусь пока лучше вообще как бы и не ездить стала появляться информация о том что жизнь микола дедка анархиста и политического блогера из беларуси находится под угрозой мы переживаем за его судьбу считаем то что эта информация должна набирать максимальную огласку и каждая мразь сером которая сидит в своем кабинете греет свою жопу и пытается подписать какую-то бумажку пытается репрессировать невиновного человека в будущем ответить я бы хотел напомнить тем сотрудникам губопика и других органов которые сейчас возможно готовят какую-то спецоперацию против николы что все ваши данные будут слиты вашими же коллегами и подумайте несколько раз перед тем как что-то делать вам же потом придется все это отвечать перед народным трибуналом вот такая достаточно рассказал даже познавательная встреча у нас сегодня получилось мы как и всегда напоминаем что если вы здесь сейчас в украине особенно в киеве вы белорусский беженец вы по политическим причинам оказались здесь пишите нам на почту и в telegram приходите сюда к нам на наш удобный диван рассказывайте всей стране и одной и второй и всему миру о том что с вами случилось очень часто именно огласка дает дополнительную безопасность вам и вашим близким они наоборот подписывайтесь на наш канал нажимайте колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски истории белорусских беженцев и другие полезные и интересные ролики как и для белорусов так и для украинцев до новых встреч